Так, ребята. Секундочку. 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 Так, ребята, сообщайте, идёт ли звук из StarCraft, что ну, наушники, как бы новое я подрубил и нужно понять. Так, ребята, сообщайте, идёт ли звук, как бы новое я подрубил и нужно понять. Так, ребята, сообщайте. Так, ребята. Так, ребята. Так, ладно, поехали, начнём. Так, ребята. Так, ребята. Да, вроде идёт звук, поступает вроде на стрим, всё в порядке. И тиран попадается ГМЛ, и начинаем битву. Не знаю, что там за тиран. Так, ребята. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я здесь, среди теней. Мы едим. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. На наши зомби напали. Я, что в моих навыках пригодят. Я, что в... Я здесь, среди теней. На наши зомби напали. Я, я, я здесь, среди теней. Блин, чему-то, а? Что ты тут? Я, я, я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Блин, чему-то, что в моих навыках пригодят. Я, я, я здесь, среди теней. Я, я, я здесь, среди теней. Блин, чему-то, что в моих навыках пригодят. Блин, чему-то, что в моих навыках пригодятся. Я здесь, среди теней. Блин, чему-то, аamızки... Блин, чему-то... Мы едины, что ты люби. Я... Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Я... Мои навыки. Что ты... Я здесь. Ваши войска вступили в вой. Что ты... Мои навыки. Штаты. Кота. Я здесь, среди теней. Мы... Крадущиеся. Пустоты. Кота. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все равно запрессовал говноеда Красавец я Сам себя не похвалишь, никто не похвалит Не похвалишь Такой плотный Ребят, звук есть из игры? Скажите мне, пожалуйста Какой-то поздний у него стим был, честно говоря Все отлично, значит наушники работают Вот сейчас возьму я кружку, чай заварил Удобнее было налить В кружку АМ-Протос Сосонируют Такие вот, как этот Халявщики Сосонируют Так, футболка С российских виноват Старенькая просто Ну, ПВП тут, короче Похоже мне кранты Потому что ПВП я сейчас слабенько, конечно, играю Да что за, блин, реактор Промазал парамон сейчас вообще Так 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 Играет музыка. Прям с мейна, блин, со старгейтацией. Такой билд имел место быть раньше, как бы. Сейчас я вижу, что его мало кто применяет. Надо попробовать будет как-нибудь применить. Играет музыка. Через адектов начал, но их нельзя отдавать при том, что я хочу сделать сейчас. Как-то по дешевому, по дешевресному я бы сказал. О, робо. Смотрите-ка, робо спалил я. Зачем ему робо? Да, вершитель. Да. Пустота. Я. Парада Гураль. Разработка завершена. Мне кажется, он может не ожидать вот такого. С моей стороны. Жизнь за ай. Жизнь за ай. Жизнь за ай. Я. Я. Орубей. Мой. Трисматическое ядрово активировано. Все. Сок на гул. Сок на гул. Полное боевое. Полное боевое. Жизнь за ай. Полное боевое готово. Боро. Я. Я. Орубей. Все. Я. Орубей. Мясо. Мясо. Полный боевое. Сок на гул. Сок. Анатолия. Все. Я. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как же я сейчас запылил, а? Бомжу такому слил. Это просто дичь. Нахрена я туда полез наверх? Я не знаю. Это моя игра уже была на самом деле. С контролем чуть получше, и все было хорошо вообще. Блин, непривычные какие уши мне. Вот эти. Надо подослабить. Погнали. Нет, там уже было не выиграть. Поехали. Все, что мне нужно было, просто не попасться. То есть в чем суть-то? Я проиграл не потому, что он там что-то круто сделал. Просто рабочие выехали, я должен был отступить за них. За рабочих. Все. Если бы я отступил за рабочих, чтобы они мне не окружили, то это была бы победа. Потому что просто там иммортал моих сталкеров покусил спокойно и грелками. Я не мог законтроль с юнитов, не мог отвести. Мой микс, микс контроллер. Как бы, если ты не сконтролил им, то все. А там просто, ну, окликать был. Соответственно. Мой микс, микс контроллер. Попробую, ну, играть стандартные более билды сейчас. На самом деле вот этот билд я вообще не играл через, ну, гейт, газ, не ксу, да? Окей, верночек туда пробочки закажу. Все, сейчас газ и пилон я вижу под билдом, что надо делать. Пробку заказать и... Ну, в данном лимите, вот этой, например, пробочкой... На наши зонды напали. Ну, в данном следующий... Ну, в данном лимите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Враг познает нашу ярость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пустота. Холодно. На наши зомби напали. Я здесь, среди теней. Мои навыки. Свет. Так, здесь не ксусок закажем. Так, не успел верить отменить. Ну ладно. Так, на базовую какая-то элегантность тут намечается, я смотрю. Я здесь. Мы едим. Я... Я... Мои... Стар... Месторождение минералов истощено. Месторождение минералов истощено. Слава Далаамам. Я верну, чтобы служить. Приказываю. Пустота. Мои. 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 Вершини. Перворожденные. Быстроя. Мои. 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 Исц, заняты тени. Да. Что-то... ...магина. Кинала Атун. Мы единственные. Свои канки. Е. Так, а зачем мне лезть, в принципе? Минус 4 сталкера получите, распишитесь. Слава Галаамам! Что? Служение наполняет вам. Перворождённые выстоят. Мы... Я... Слава Галаамам! Нет. Нас уж ждёт славный город. Шуя! 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 И вернёт себе Айвилл! Ге-ге! Ну что, сейчас скушаю кексико. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, всё, я здесь. Скушал кексико. Добрый день, собакот. Ластрепы, спасибо тебе, братан. Поехали, братиш, братик. Привет, Алюк. Не, не проходил. Опять этот тиран не попадается. Погнали. Блин, смотрю, как скилл вырос-то, ё-моё. Рабочих уже в две части монитора направляю, в две стороны. Просто боссу, ё-моё, какой-то стал. Я извиняюсь. Спасибо всем, ребят. Скоро Блай будет играть уже, но перед всем мне нужно с чаликом сходить будет прогуляться. Потому что братан-то хочет в туалет. Сколько, кстати, время? Да, вот. Без 20 где-то час я выду. Может даже не, лучше даже пораньше немножечко, чтобы прийти и там уже инвайт получить. Смотрите-ка, прошлая игру. Первый раз более-менее удачно отыграл не Нексус первый, а стандартный билд через гейт. Но отыграл всё равно не совсем стандартный, естественно, через пуш с гейтов. Но я считаю, если как бы тиран позволяет, нужно это делать обязательно. Причём, а тиран позволял. Не сейчас ТЗ чё уже будет, не знаю. Разведываю. Чертяга, смотрю. Чертяга, смотрю. Пошли в жопу, гады. Я здесь. Для свершится правосудие. Я здесь. Среди теней. Поехали. Я здесь, среди теней. Я здесь, среди теней. Я, я, что такое. Мы едины. Разработка завершена. Я, я, я. Все мы. Финалово. Я здесь, среди теней. Враг познает нашу. Я здесь, среди теней. Я. Мои навыки. Мы. Я. Мои навыки. Я. Я. Я здесь, среди теней. Мы устраиваем. Я. Я здесь, среди теней. Я- мы единства. Я. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 и послали через ножка но если будет лучше всего убиты рабочие хотя поди ну и линдов тоже неплохо конечно убить но и термал в любом случае отступает назад просто риттером понимаешь сейчас тайминг будет уже ты 3 30 примерно до как бы готовность так видели термал лингов видит его термала дрона нужно заходить на мэйн видимо да что он и делает просто разведать что здесь происходит а нет он обманул оппонент сузерга он зашел на мэйн и ушел там с мэйна так и до террорий не от китайский сервер азия поэтому есть возможность стримить вот задержки нету сейчас в игре и здесь похоже что-то на бэйлингбаст очень похожее происходит да мастятся линги их просто гигантское количество сейчас заказывает рипер улетает и сейчас он все спалит на самом деле ну как все он часть лингов спалил но я думаю термал прекрасно должен понимать что происходит нет он ничего не понимает он не строит бункеров сейчас он должен уже на хэгэ здесь строить бункера на самом деле иначе беда но сейчас прилетит контур дроп из 8 мариков кстати возможно что-то произойдет интересует какие-то лаги проскакивать но это не у меня как-то лагает так 4 секунды готовности стимпака я не знаю как термал в этой ситуации справится все марики готовы разваливать пять дронов уничтожены термал приходит вещь не получается здесь были нпат приходит термал всем патчется нужно уходить на хэгэ нужно кайтить лингов нужен сплит против бэйлингов иначе беда сплита я чуть не наблюдаю пока нифига вот передрок марик пошел назад здесь марики разрывают все медивак зачем-то домой полетел зачем медивак то домой полетел ну тут кстати марики убили всю экономику в принципе зерго здесь и термал насколько я вижу вроде как хотя нет пока нифига теперь мам не отбиваются темпач самарики танк плюс ксм очки здесь есть еще нужно нужно принять бой в правильной позиции термал правильную абсолютно позицию занимает великолепно в этом плане он сейчас действовал 10-4 королевы 28 рабов и термала 18 зерго остается ну и все отбился тут на дг абсолютно очевидная для зерго так пытается покуснуть не здесь масс трансфюз пришел а тут укуснуть не получится моряки погибли но увидите что ситуация для зерго критическая здесь ему только хотя не за может быть sd зажать попытаться восстановиться да он уже парабам почти сравнялся ничего делать с боевым лимитом и термала у него марики уже со щитами и со стимпаком его два танка то есть он может сейчас с танками без танков неважно как идти вперед тума с депошки встроен с оплай блок на данный момент один медивак полетел опять же харасить моряки со щитами заходит бейны зал двойной сейчас был от одного из танков второго и термала одновременно поднял ну как все нормально будет ли выход какой-то делать добивающий термал не знаю марики на main прилетели разгружаются прекрасно видит зерк что это происходит приводит рабочий ой и лингов против приводит уходить иначе можно медивак потерять у королев гигантский сейчас раньше термал улетает и вот здесь можно например овера сбить что он и делает соответственно сбивает уэра уже будет с собой блок рабочих ровно практически и даже сейчас за перед будет парабам термала три танка плюс бараки пошли он собирается дожимать соответственно силки сейчас разводит на main задропывается сейчас еще одновременно на так это вот овера сбить он висит все видит вообще не пойму так на 3 прилетел здесь линги-беллинги ждут ничего не получится сделать ну термал дропывается рядом своими мариками королевы где королевы на мэне где-то остались ну нужно так очевидим а ну он все он пошел добивать все понятно танки без сиджи даже выдвигается баракок даже пристройки не делает он принимает решение что зерга слишком мало и нужно ставить точку вот и думаю решение верно абсолютно так ну стую термал приходит контроль это очень неплохо и чуть-чуть зергу кстати буквально чуть-чуть не хватило на самом деле чтобы справиться с этой атакой и чуть-чуть начало фризить что за фризы пошли кто лагает 5 на 5 лагают разбирает термал всю танки сиджи не снимаются вперед не идут так погнали еще раз не понял кто сказал вчера что он старкрафт завязывает играть последний раз а 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 Ну что, погнали, ребят. 1-0 U-Thermal. Лай играет завтра, я же сказал. Так, я и не понял, кто вчера из Старкрафта ушел. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, все, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Минус DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. DimaTorzok. Субтитры сделал 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 DimaTorzok. Дисклеймер. Так, банша здесь минус... Одна банша минус. Ну, королеву забирает. Ютермал... Я так понимаю, да, да... Здесь две новых королевы. Беллингнес делает силки. Зачем ему Беллингнес-то? Он хочет ещё пытаться пушить, но это совсем идиотизм какой-то. Не знаю, не знаю, ребят. Мне кажется, здесь ловить уже нечего. Спурка перекапывает прям под баншу, но это совсем уже. Ютермал ее не контролит вообще. И королеву сбивают. Это ошибка была со стороны Ютермала. Перед гидравлик. Так, дрон поехал на третью ставить. Хатку сейчас. Плюс два барака на мейне еще делаются у Ютермальчика. Орбиталка еще написано. Ну, короче, сканет Ютермал. Видит, что здесь нету лейера. Запопка делается. Силки. Ну, что он будет? Копать бейлингов сейчас в узком проходе в этом? Ну, да, может быть и будет. Ну, а какой толк от этого будет? Хороший вопрос. Встретю Хатку пытается. Ну, видите, ну, 10 рабочих плюс Ютермал. По лимиту будем одинаково. Плюс у него есть треть СЦ. Плюс у него тут продакшн уже 5 бараков. Сейчас будет скоро. Три. Вот сейчас станет. Два реактора строятся. Один слабый. И два добавляются барака. ЦЦ-шка прилетает. Рабу, впрочем. Слишком заранее перевел Ютермал. Здесь танк заметил, что линги стоят. Дал залп. Одного минус нул. Хотел закопать сюда силки линга. Не получилось. Плюс танк не любит лингов бегающих. Так, реакторы будут сейчас заказаны. Здесь армори пошло под 2-2 грейды. Реакторы добавляются. 92-71 по лимиту. Ну что же, пока все очень четко. Ютермал, а два либератора делаются. Но они не для обороны. Они вперед сразу полетят. У ЗРГ просто нет технологий. То есть только королева Ютермал это прекрасно понимает. И викинги летают, минусуют оверов, всех которых найдут. И это важно, потому что даст возможность либераторам незаметно пролететь. Если вот так вот полететь. Нет, он летит через центр. Контролируя к силу нагу маленьком. То есть невидимый. Вижена ЗРГ прекрасно понимает Ютермал. Все, 1-1 готов. Идеальный тайминг кармари. 2-2 можно заказывать прямо сейчас. Атака заказана. Но газа пока на оборону. На армор, простите, нет. Сейчас будет газа на армор. Депошечки пошли. Либераторы залетают. Линги их спалили. Армор пошел. Короче, Ютермал все четко достаточно делает. Единственное, что на третьей что-то обороны совсем нет. Ну, здесь двойной дробщик идет. Либераторы залетают сверху к третьей базе. Вот сюда, я так понимаю. Королев очень много, наверное, ничего не сделают, скорее всего. Линги забегают. Танк дает залп. С другого направления другой танк атакует. Нужно выйти, отбиться, наконец-таки. Здесь дробщик прилетает. Что с бандшами случилось? Ой, с либераторами случилось. Ничего, они на вторую прилетели. Блощат вторую базу целиком и полностью. Здесь силки отбиваются. Но на второй тут расстрел пошел. Четыре дрона уничтожено. Складываются либераторы. Улетают в другом направлении. Можно вот здесь краешку подблощить, например. Можно и мейн подблощить. А, вдвоем прямо в одно место здесь ветермал стоит синчет либераторов. Нужно перелетать. Кстати, спорки быстрее стали, да, хопаться против либераторов. Я смотрю. Я, это же тоже грейд с рейнджом Королев добавился, насколько я понимаю. Так, здесь два либератора. Один по Королевам, другой по Рабам. Садит просто. Перекрыл. Все, на проблеме. Там ветермаларики уже со щитами. Силки, наконец-то, догадываюсь, что надо сбивать вообще медиваки. Кого дропает-то? Силки с Ютермалом дропает. Какая-то у них проблема. Не понимаю, что за фигня. Я надеюсь, что это не с моей стороны проблемы. Силки с Ютермалом дропает. Ну, все, ребят, короче, я здесь. Хорош, записи смотреть. Давайте уже ждать начала. Блайчик здесь, все здесь. Погуляли мы с братаном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Так, ну что, ждем вторую игру. Я надеюсь, у Блая есть билды как бы не только у Лены такие, а и что-то более серьезное, соответственно. Вот. Потому что это важно, ведь придется, наверное, все-таки и макро сыграть хотя бы в одну игру. Ну, жаль не посмотреть сегодня Африка Старлига, но зато плей-офф потом уже начнется там, соответственно, после этого. Да, совпало. Продолжение следует... Ну все, игра начинается. Поехали. Блая 1-0 ведет. Кто лагает-то у нас непонятно. Меня какой-то пинг просто меньше 200 на Азии. Что сегодня за дела? А не, вот, все нормально. К 300 приближается. Просто в начале игры его нет, забыл я про это. Барак Гас у Блая. Ставит вторую хатку Блай. Ой, у Блая. У Чика, конечно, Блай ставит 17-ю хату и Гаспул потом. Вот, как я уже говорил, сегодня НСЛ группа Б. Всем спасибо за внимание. Помните, что поддерживать мой канал надо отключенными отбоками, премиумами, ну и по рекведи, специально либо через плеер материально. Кого причастен всех с днем ВДВ? Поздравляю, в общем-то. 86-й годовщина, я так понимаю. Да, 86-я. Сейчас. Привет, Акира. Когда следующая стадия не у Старлига? То ли 6-го, 7-го, то ли 7-го, 8-го. Врать не буду, потом уточню. Один, короче, 6-го, 7-го, все. Почему? Потому что я вспомнил, что 1-го, 4-го группы, один день перерыва, 5-е число и потом продолжение будет. Соответственно. И сразу вам говорю, что плей-офф, что плей-офф будет на час раньше проходить, чем вот эта стадия. То есть в 12 по Москве он будет начинаться. Так, все что-то летает, туда-сюда. Рипер полетел вперед. Прилетает Чика. Блин, на халяву Блая рабочего. Убил сейчас, блин, просто неприятный момент. Но Линги неплохо, куда ты бежишь-то, Блайд? Ё-моё, вот какой-то бежит, Блайд. Рипера поймал просто царь. За рабочего. И двор стреляет в упор, Блайд. За рабочего, 17-ую хату и двор. Наказывают Рипера, Линги в упор. Мув почти готов. Прибегает Блай, мувчик готов уже Лингом. КСМ-к минус, ответочка пошла. Здесь 4 марика, не надо отдавать Лингов. Ничего не потерял пока, да и не надо 5 уже там их. Все, Блайд не будет. Ничего, давай здесь Стим ранний. Посмотрите, билд в ранний Стимпад. Со стороны Блая, вот одного Линга отдал. Ну что тебе-то хату сдалась? Зачем Лингов-то терять? Ну что, чик здесь хату занял. Все в порядке. Пользователь в ЧКосмос активировал премиум на ваш канал. Спасибо, вот ШЦ Космос. Даже мужик заговорился, не то что я. Какой-то громкий звук в этих наушниках. Прямо я вам скажу. Из чатика. Скажите, как громкость, как звук, отличается ли от старого, потому что новые уши, как бы новый выход, соответственно. Все по-другому. А, рейнжовые грейды у Блая до готовности лейра. При этом делается муф овером. Интересно, очень билд. С лингами Блай великолепно напрягает оппонента. Вот сразу видно, пинга нет. У Блая игра по-другому совершенно строится, идет. Здесь овер залетает, и Блай все прекрасно видит. Роуч Ворон, где... Черт его побери. Нужно встречать, ведь сейчас будет. Роуч Ворона нет. То есть придется встречать вот это стимпаченных лингов... Фу, лингов стимпачных. Стимпачных мариков без... Без роучей. Если Блай сейчас срочно не начнет заказывать боевые единицы, то он затерпит просто, я думаю. Ну, 12 лингов пошли. Здесь двойной дробь уже полетел. 16 мариков там сидит. Это реально много. Нужно и королевами, и лингами встретить идеально все это дело сейчас. Ну, Блай прекрасно видит, куда Чик летит. Заказан лейр сейчас. Королевами встречает. Линги здесь. Да, линги здесь. И все, пусть летит вон отсюда этот Чик. Начинает Блай камни грызть. Зачем ему камни грызть, я ХЗ. Чик подходит. Отгоняет от камней Блая. Можно пофокусить. Ну, перестимпачился. Это на самом деле, я бы сказал, на данный момент, не хочу сгладить просто на данный момент, применение вот этого дропа провальное со стороны тирана идет. Но дальше Блай решил сам вперед выйти и отдаться немножечко. Ну, отдал часть юнитов. Крип восстановил. Две королевы. Хорошо, что со звуком все нормально. Меня просто громче почему-то намного. И музычка тирановская пошла. Окружает Блай Мариков. Два подгрызает. Считаю, что начало для Блая идеально не придумает. Все, что нужно Блая сейчас. Раскачать газ. Но вот билд не продуман сейчас. Объясню почему. Потому что нету под 2-2. За нахрена делать 1-1? Такой уронистый 2-2 не заказываешь вовремя. Она отдавала тут Блай лингов немножечко. Чик пытается пойти вперед. Можно контур забегания сделать. Блай все прекрасно веет. Но предпочитает назад отступить. Коверами прекрасно веет. Расстановку сил. Роу, Чи-6. Закан. Надо еще лингов бы срочно заказать. Инъекций нет в третью хату. Что за бред без инъекций? Там вообще личинок здесь инъекций нет. Продакшена-то не хватит. Понимаете, сколько ресурсов накопилось? Макро хата не добавлена. Но косяков, короче, у Блая много. И вот почему Блай камни хотел пробивать. Ну, Чик сам, кстати, сейчас пробьет. Потому что тут Чик нападает на него, гаденыш. Идет Блай вперед. Королевами фокусит медиваки очень четко. Ваерболы по танчику проходят. Сейчас нужно танк отфокусить. Заходит Блай дальше. Танк из фокусился. Минус весь выход Чика. Пока что изи для Блая все проходит. Семероучи заказано. Мув роучим почти готов. 2-2 Блай. Тысяча стоит. Хата здесь, да, пошла отлично. Везде все надо раскачивать вообще. Что за, блин, запас-то такой вообще минералов? Сразу здесь хату. Макро хату. Грейды. Там лингов. Милишный свитч. Там инфестейшн. Черт его дери. И выход в ультра. А, еще и здесь хату Блай стоит. Ну, правильно. Две новые хаты. Все в порядке. Заходит. Наверное, 137 минус 7. Но, тем не менее, проводит достаточно уверенно. Блая эту игру. Я должен признать это. Вроде все под контролем. Так, пробиваются камни сейчас. 22 линга строится. Ну, коготь или вторую рейнджовую. Что-нибудь-то надо делать сейчас. Заказывать или пора Блая. Камни пробил. Будет на АХГ заходить. Да, заходит Блая на АХГ. Роучиночка подсплитил. Танчик заставляет улететь сейчас фаербулами. Идет в атаку вообще до конца, что ли. Я чуть не понимаю, Блая. Да, до конца пошел. Фаербул куда? На танчик проходит фаербул. Еще один танчик. Ну, пару танков забрал. Можно третью отменить. Но не надо только в рампу-то в эту лезть, чертову. Нет, Блая лезет и разваливается вообще в хламешку сейчас. Зачем это было сделано? Я не знаю. Кстати, вот третья база отжал. Сюда пройди. Вот этот танк выбей. Уйди вниз. Прирост рингов забегает сюда. Но, блин, нужно чувствовать такие моменты. Это, на самом деле, не всегда получается. Не всем сделать так. Я, конечно, требую того, чего Блай, может быть, у него даже и в голове не было. Понимаете? Как бы нужно, естественно, понимать, что вот так вот можно и нужно сейчас сделать. По рабам что-то Блай, две хаты добавил. Рабов нет нифига. Опять тут около второй бегает. Ну, только роучерами сейчас не сливаться. Я умоляю, блин. Сейчас просто еще один слив. Тут два... Ё-моё. Грейды не делаются. Вот один-один сделал, два-два не делал. Там только армор. Вот, наконец-то пошел грейд. Подземная мув. Здесь роучер зашли на третью. Ну, хоть рабов полущёлкивал и то хорошо чипу. Блай некоторое количество. СССчик побил еще даже. Пометили роучер. Инстинкт сработал у роучер, как у чарлика. Надо пометить СССчику. Поплевали на него немножко. Ну, Блая. Так, Блая заходит с другого направления, собирается пробивать. Чик что-то тут грузится. Куда-то собрался. Куда-то собрался-то, я не знаю. Переводят на третью. Нужно вот сюда рабов заказать еще. Вот сейчас Блая нужно 80 рабов и все будет. Так, Чик делает выход. Очень не вовремя он делает этот выход. Блая приходит на третью. Просто начинает забирать хату. Посмотрите. Тирану нужно возвращаться или ГГ на самом деле. Почему? Потому что у Блая прирост есть. Здесь не так уж мало. Много юнитов. У Блая сейчас подземный мув будет. То есть для Блая идеальный расклад. С подземным мувом здесь еще и сканы работать нормально не будут. Как вы поняли. Чей не сканы. А с подземным мувом здесь нормально и не подраться будет. Тирану. Блая уже заходит на рамку. Конечно нужно сразу Тирану Мэйн убивать в такой ситуации. Почему? Да потому что иначе он накопит прирост и гигантские потери. Армия Блая понесет. Да нафига ты дерешь с рабами подземный жмук? Есть. Подползи ты под танки под этим. 17 роучей. Заказано еще. Здесь Королева на транс юзится идеально. Сейчас Блая вообще не контролит Королев. Ну ё-моё, ну так можно и проиграть эту игру легко достаточно. Хотя нет, здесь Блай все идеально сплетанул. Везде Тиран улетает. Блай возвращается домой. Роучи дохлые закопает. И пусть они по крипу поползут, порегенятся. Все, танки нашел. Да, это минус чик. Без танков здесь делать нечего. Я вам честно скажу. Заходит Блай. Скан проходит. Выкапывается чик. Ой, Блай, простите. Роучи часть потерял. В частью сзади заходит. Этих не отрегенил. Блин, как-то нервно Блай играет. Такое у меня ощущение. Чего не отрегенил Роучи? Так, часть выкапывается. Часть сзади там на... Да нет, здесь все нормально. Танчик отогнал Блай. Фаербулами там медиваки забирает. Фаербулы по танку еще пошли. Хватает. Хватает юнитов. Хоть Блай заставил фанерничать. Но тут падает. Все, здесь-то добычи нет. Это последнее, что есть у Тирана. 130 на 25. 2-0 Блай. Ждем следующую игру. Кофи против партинга. Победитель будет с Блаем. Проигравший, соответственно. Лузера упадет. Будет лузерский матч. Пройдет ли Блай с первого, или из десайдера. Мы увидим чуточку попозже. А, здесь у Блай и добыча осталась. Здесь добычи есть. Кричу Блай еще и добычи много. Здесь достаточно-таки осталось. Так, роучут. Просто аннигилирует танк. И Марико 5 юнитов убит. Гэгэгэчик пишет. 2-0 Блай. Молодец. Молодец. Блай отжал все деньги у Чика. Ничего страшного. В Китае риса много. С голода не помрет. Вот. В каком-то году, не буду врать, они на рисовом спирте даже ракеты на орбиту запускали. В каком-то году. Тренирует танк. В каком-то. И, гэгэн. Я höху. Тренирует танк. Тамы стоит. Тренирует танк. Продолжение следует... 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 можно даже еще раз посмотреть они нет рейтинга кстати кстати нет походу то не он был сейчас мы вычислим короче так это выражение и значит он должен был проиграть команда но значит команда 2 как посмотреть то я не понимаю 86 побед у него короче а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему-то так нельзя зайти через это все, но вычислено... Продолжение следует... 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 Так, все создается. Так, сейчас приду, ребят, погодите. Пока игра не началась, давно отойти хотел, чтобы просто на ход зайти не косячить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, сейчас включу микрофон. Погодите. Продолжение следует... Все, я здесь, ребят. Поехали. Партинг против кофе. Кофе определится сейчас оппонент Блая. Депошечка на рампе. Игра приостановлена. Продолжение следует... Обратится. Немного повторения. Олеhmă. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, я не ел, просто съел кусочек сыра, как ворона там или кто там. Привет, Лёлик, успехи в играх. Ну, там около соточки ГМЛ где-то там трусь. Сильно много не играю, но уже чё-то могу. И задержки нету, кстати говоря, никакой. Ну что, здесь Баракас, здесь у нас Гейбгаз и Нексус Курс будет. И на разведку партинг идёт, вы видите сейчас. Ещё тут кофе заблочить полностью. Не, на разведку пошёл, я думаю, полностью хотел застроечку сделать. Всё. 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 Ну что, полетел Му первый. Здесь пробочка с разведки возвращается. Тиран развеет. Тиран развеет. Кибернетка готова. Нексус достраивается. Адепт. Вар пошёл в застройку этого партинга. Странная. Здесь запрыгиваю рипером. Не хочу. Можно харасить это направление. Но риперов не будет через Марик опенинг. Не знаю, почему тираны стали так застраиваться. Но я вижу, что все тираны практически играют сейчас. Марик CC реактор такой билд. Ну и вот против этого билда сверх эффективно ставить Нексус первый. Почему? Потому что против Нексуса первого рипера очень сильно может напрягать. А против этого непонятного билда он ничего не... Ну, против этого билда можно не бояться рипера. Здесь нечем напрягать абсолютно. Так, иллюзия адепт партинга летит вперёд. Ещё плюс два марика. Заходить не вижу смысла. Куда-то там телепортируется партинг. Непонятно зачем. Ну, хп не потерял. Всё в порядке. Окошечка, естественно, закрывается. Минус адепт. Смотрите, кофе. Блин. Да нет, я думаю, здесь не у Верчажа. Дело, скорее всего, в реакторе. ТСМ-ка минус. Ну, а здесь блинг. Кстати, партинг интересно делает сейчас. Смотрите, что он делает. То есть пилоны далеко от Нексуса находятся. Вот этот, вот этот. И вот этот. Поэтому он на каждом из них ставит по гейту. И это очень грамотно. Почему? Потому что на каждом из пилонов можно не бояться, что на ты намедленный попадёшь варпа юнитов. И просто варпаешь сюда, и всё в порядке. Так, летит танк вперёд. Здесь Observer облетает. Видит, что тиран выдвигается. Марики вперёд. Да, все марики вперёд. Тут сейчас в Циклоне строится Либератор. Соплай-блок сейчас пройдёт. Соплай-блок кончился. И можно идти прессовать. Кстати, здесь очень неплохо можно всё сделать. Так, ещё сталкер доварпливается. Пуш-то сильно здесь достаточно от кофе. Ну дропает танчик-то уже дропает танк кофе. Надо атаковать дальний пилон. Почему? С флеша будет больше попадать и в передний тогда. Но в кофе передний пилон бьёт только лишь. Циклон приходит. Сейчас первый пилон погибнет. Надо второй захватить сейчас. Что кофе и делает очень чётко пока всё делает, ребята. Ещё пилоны пошли. Марик подходит ближе. Танк дропается. Аккуратней надо быть. Циклона можно было и не отдавать. Но танк сталкеров просто разваливает. Здесь вот надо пилон убить. Обратите внимание. В тыл попали два адепта кофе. Фрейсинг великолепный, кстати, игра со стороны тирана. Я не понимаю, почему он не убьёт. Сейчас подаёт маленьким вот пилон на ХГ там. Сейчас прилетит либератор, а с либератором там уже и делать-то нечего будет, собственно говоря. Так, либерочек разложился. Адептов минуснул кофе. Энергии, правда, у паркинга что-то очень много. Здесь с призма в тыл варп идёт. На блинке там отконтроливает паркинг. Выбивает. Наконец-то сообразил, что пилон на ХГшечке можно выбить здесь. Начинает агрить пилон нижний. Ну и партинг приходит сзади сталкерами. А, он с блинком сейчас собирается законтрить всё это дело. Отходит назад кофе. Пытается прогнать. И прогоняет партинг. Нет, уходит отсюда. И тут уже третий некст устроится. Ну, партинг, посмотрите, он уверен в своих силах, что отобьётся уверен. И уже нексус запиливаешь, самое интересное. Можно бы ещё зал было сделать. Танки здесь почему-то дома не разложены оба. Сейчас можно и проиграть как тирану, на самом деле. Танки складываются. Либератор выходит. 75-81. А как всё хорошо начиналось, на самом деле. Третья сэшка есть у кофе. Ну, хорошо, кстати говоря. То есть тут ситуация... Всё зависит будет от шатания дальнейшего. А, ну вот дарки вот это вообще не ожидал. Тиран, смотрите. Сканов. Не, ну сканы есть, но надо туретки как можно быстрее ещё строить. Один дарк погиб. На второй базе... А, здесь туретка есть. Всё в порядке. Либератор танк не прикрывает. Вот где ошибка сейчас основная заключается. Дарки падают. Попытка в лоб. Ну, ломиться против либератора. Либератора еле-еле, но сфокусил партинг. Короче, кофе нормально отбивается. Здесь дарк заходит. Нужно попилить его сейчас. Всё, минус дарк. 10 ксм-ок потерял, но рабов нормальное количество отбился, самое главное. Всё в порядке. Здесь надо на газе восстановить добычу срочно. Газ вообще не добывается. Ох, танк прошёл, короче, криво как-то. Призму, призму, посмотрите. Вот это типичная невнимательность называется. Просто сейчас построй викинга, убей эту призму. Вот этого бы не было заранее. А в итоге ничего, естественно, не построил у нас тиран и ничего не убил. Опять фокус танка происходит. Бред вообще какой-то происходит. Сейчас партинг, вот сейчас партинг на ровном месте преимущество начинает получать. А могло бы этого всего и не быть. Две форжи работают, всё в порядке. Кстати, забываю я в ПВТ про колоссов тоже. Не строю колоссов, надо мне добавлять бы их почаще. Так, призма вылетела сейчас. Или сбил всё-таки? Сбил каким-то образом копий призму эту. 110, 129. Но, тем не менее, до сих пор более-менее ситуация по лимиту. Разве что тиран грейды не делает абсолютно сейчас никакие. Вот инженерка. Нужно армор делать ему было бы сразу после атаки. И тогда сейчас бы армори заказывал, армор доделался бы уже и 2-1. 2-2 можно было бы заказать. Но сейчас 2-1 можно, в принципе, выходить. Так, четвёртая нить уже партинг. 70 пробок, до варпы идут. В атаку, что ли, собирается пойти? Но ему нечего ловить в атаке, на самом деле. Хотя, как нечего? Адепты могут перевернуть с одной стороны на 1-1 грейдах. А может быть и не перевернут. Медиваки куда-то улетели. Так, адепты заходят. Часть лимита боевого у тирана вообще на мейне. Адепты врываются в био. Филды пошли. Марики прибежали очень вовремя с мейна. И всё, партинг здесь отдаётся в щи вообще. Лимита даже меньше стало. Призма раскладывает. Чё она раскладывает здесь? Не понимаю. Имортал вроде как законтролил. Ну, адептов, да, варпал. Но дерётся-то мёртвого вообще, смотрите, на рампе на этой. Чё толку-то? Так, адепты пытаются ворваться. Да не будет партинг сюда врываться. Смысл? А не будет, смотрите. Ну, это старый блинкер партинг. Он ничего и не делает, кроме блинкерства своего со старых времён. И кофе-то очень хорошо законтроливает. Сейчас, обратите внимание, танки спасает все. Отбивается просто спокойно. Сейчас иммортала ещё заберёт. Забирает иммортала. Остались только сталкеры. Всё, что нужно сейчас тирану, это вычинить просто танки свои. Всё у него нормально будет. Вычини, пожалуйста. Да, вот начал вычинивать. Молодец. Криво, правда, это делает. Очень криво сейчас. Кофе неплохо отыгрывает, на самом деле. Это я смотрю. Я даже если победит, он забыл. Я беспокоиться начинаю. Либераторы раскладываются. Бараков работает пять штук. А, уже восемь работают. Кстати, продакшн замечательный у кофе. Очень сильный продакшн. Ну, как обычно, разве может быть всё идеально у китайцев? Это как технику они копируют, блин. Чё-то где-то косяк тогда должен быть по боку. 2-2 нету. Армари забыть-то вообще. Напрочь. Ну что, можно брать танки и идти вперёд. Сейчас кофе. 166-140, 100 на 70 по лимиту. Боевому кофе надо прийти до 1-1 просто, и всё нормально будет. Так, здесь депушечку пытается пробить. Только назад не отступаться. Пожалуй, у Иста одного либератора за фокусил у нас просто. Танки дропаются. Либерочек разрожен сейчас. Заходит кофе. Часть билла на ХГ. Грамотно отводит за танки туда. Танки ближе нужно приводить. Конечно, наверх уже вести. Завозит кофе наверх в танки. Дропает все. Стимпатчится. Заходит. Партинг принимает бой. Бой кривоват принимает. Либератор вообще не участвует. Боюсь. Плюс 10 адепт отбивается. 1-0 кофе, ребята. Блин, а кофе-то силён. Идар кофс разваливает. Иниксуса разваливает. 170 на 120. Вообще очень уверенно отыграл. Как будто так и надо. Как будто кофе корейцы не партинг. Ну, в партинг он как бы... Сколько не играл-то, я не знаю. Где скан-то? Нет скана, что ли? Есть скан. Ни туда не контролит. Кофе наконец просканил. Дарк там два танка запилил, по-моему. Партинг пока не сдаётся. Ну, кофе вот сюда. Продвинуться к рампе и всё. Три колосса партинга никак не спасут в Лотве. Вот ещё можно было попытаться что-то там сделать, да? Либератор просто вот так вот разложить в другом направлении. Под блин, пошёл под танк. Стим пачится кофе и погнал партинга вон отсюда. Всеми своими био-юнитами. Пытается колоссов фокусить. Ну, тут правда всё не зафокусить. Но Био приходит новый, а Либераторов уже пять штук. И всё с этого направления партингу вообще забыть можно. Про атаку. Био пошёл на вторую базу кофе просто. Нет, всё сфокусит. Всё фокусит. Тут просто разваливает. Даже 2-2 не стал делать. Просто на 1-1 пришёл и унизил. Партинг пытается в размен пойти. Никаких разменов здесь уже... Ничего не будет, на самом деле, от этих разменов. Танки передрогываются ближе сейчас. Скан, правда, из одного скана Дарк вышел. Второй. Есть скан ещё. Нету скана. Это печально. Так, идёт партинг вперёд. Кстати, блин, добыча-то есть. И Дарк здесь режет, на самом деле. И нету скана никакого. Что, ты ещё проиграть собрался, что ли? Тут 2-2 грайды, между прочим, у партинга. И такой интересный миксик здесь. Либератор полетает на третью. Тут заходит кофе. Зашатал всю продакшн гейты. Скан. Скоро одна энергия осталась. Сканим. Сканим Дарков. Убиваем. Отлично засканил. Дарк Шрайн нужно убить. Дарка-то забрей. Дарка забревает кофе вроде как. Ноль по лимиту уже меньше. Кофе проиграл игру просто. Смотрите. Танки все отдал. Всё отдал. Но, опять же, не могло всё так просто быть. Такую игру, вы представьте, проигрывает тиран практически уже. Ну, хотя нет. На мейне прирост копится. Рана я его хороню ещё, но такую жопу себя загнать, я извиняюсь. Либератора под смужку? Правильно, а чё вы? Куда ещё его разложить? Короче, кривой кофе какой-то оказался паренёчек там. Соплай-блок у партинга. У кофе соплай-блока нет. Здесь либераторы раскладываются. Плюс марика-мародёры. Выходи сюда. Надо принимать бой с колоссами. Так. Био не надо вперёд выводить ни в коем случае. Форжи здесь. Здесь идёт добыча. Он бегает, выбивает форжи. Ну ты чё, блин, вообще тормоз что ли, братан? Иди ты Нексус ему убей. Или отступи домой, собери прирост уже. Тут, посмотрите, рабов-то много осталось. Всё, добыча кончили с ресурсом здесь на третий. Партинг пытается чё тут перехватить. У меня такое ощущение тирана. Илоны тут кофе всякие шатает. Ну чё, партинг перехватит сейчас тирана. Чё тиран делает? Я вообще не пойму. Минус два Либератора просто на ровном месте. Нужно улетать. Био нужно убегать. Уходят. Тут два сталкера пришли. Отдались. Куда он побежал? Куда он бежит вообще? Я не понимаю. Так. Выйди ты, соедини свою армию. Ты чё такой топор-то? Улетает. Армию соединить просто не хочет. Хоть убить никак. Дропается сюда. Законтролился. Шестью юнитами летает. Да у тебя дома прирост вообще стоит. Ты чё летаешь-то, блин? По очереди всё. Всё по отдельности слил. Хлам вообще. Либераторы опять под фатунку прилетели. Разложились. Минус два Либератора. Нет, это минус кофе. Это 1-0 партинг. Слишком, конечно, всё было чудесно для этого китайца, чтобы быть правдой вот в этой игре. Но! Когда вот здесь встал тиран, 170 было на 120 по лимиту. Танки, Либераторы, Био, лимита, боевого больше намного. Но! Умудрился из такой ситуации кофе взять и проиграть. И он проигрывает. Здесь уже ничего не сделаешь. Абсолютно лимит. Причём у партинга грейды лучше. Ну это партинг. Надо поаккуратнее быть, что тут говорить. ГГ. А я думал, Блайо халявка подъехала. Сейчас он кофе развалит как Чика какими-нибудь заготовками своими. Я нахожусь. Ждём вторую игру. Аааа. Я нахожусь. Продолжение следует... 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 И партинг отбился, но вот ваши ставки, господа, как говорится, 32 на 23 парабам, 38-56 по лимиту, не в пользу партинга. Сможет ли он вытащить эту игру, еще потеряв здесь два пилона сейчас Астаргии? Я не знаю, я даже предполагать не могу, но прошлую вытащил. Но здесь даже блинка нет. Так, здесь циклоны чинится, выбивает Старгейт, сверху у нас кофе. Но от Оракула ничего не прикрывает в итоге. А вот туретка пошла наконец-таки на мейн, и на второй. Нужно и пилон захватить обязательно кофе. Ну, кстати, не факт, что циклон достанет с КГН до пилона до этого. А если достанет... Так, прилетает. Оракул туретку выстраивает, достраивает туретку кофе. Оракул улетает без части полей. Выход пошел сейчас. Либератора циклона Малеки без единого медивака. Циклоны с грейдом. Ускоритель магнитного поля. Какого магнита? У него пушка электромагнитная? Я не понимаю, циклоны или что вообще это. Причем пушка электромагнитная, она как бы ускоряет просто тело. Хотя 2500 год. А здесь какие-то ракетки вылетают. Странно, короче. Ну, ладно, Близзардом виднее. Минус три сталкера просто за захват за один. Приходит кофе. 84.40 по лимиту. Кажется, просто все-таки здесь минус партинг. Так, куда-то полезть под уверчажек. Циклон этого либератора потерял. Захватывает пробок. А, не, не потерял. Он, наверное, отлетел с другой стороны. Это уже новый, я не знаю. Ну, а Либератор бомбит сталкеров очень хорошо. ГГ пищит партинг. 1-1, ребятки. Не смог. Вообще кофе громить просто партинга. И играет очень на высоком уровне, я вам скажу. Если Блай с ним будет играть. Причем он играет. Каким образом на высоком уровне? У него такой вот именно микроконтроль хороший. Чувство момента определен. То есть макро, как бы, мы не видим макро какое-то жесткое. Мы видим игру с партингом. А партинг это старый блинкер. То есть у него постоянно какие-то чизы, контроль, переконтроль. Там просто жесть полная. И в итоге вот такие вот дела. То есть это что говорить? Не договорил я до конца. Вот. Это говорит о том, что чизами будет тяжело Блай его забрить. Алекс Б. У меня нет ключей на лотов. Ключи есть на G2A.com на лотов. И стоят они 350 рублей, как бы. Вот. Поэтому, блин, даже если у меня было 200 ключей, то это 3 500 рэка. Ну, зачем они мне нужны, и то мне. Близзард, у меня нету черного рынка ключей, как бы. Откуда у меня он? Поехали, 1-1. Мы ходимаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, не жопой, а ушами, ребята Ну что, ребят Парак Газ достраивается Ну, если сказал 200, то имел я в виду 10 Вот, поэтому все равно Вы проиграли, ребята Я здесь главный Это мой двор, мой район Ну и дальше вы знаете продолжение А тут в упор стреляют, сами понимаете Пилончик у патинга сныкан Давайте, ладно, игру смотреть, не важно Но если бы 200 ключей было Я бы уже не против Давайте, ну Кто там, подгоняйте вообще Кто из Blizzard Устроим чисто черный рынок Галимый На самом деле я бы Да, хоть нет Отдавать тоже не вариант А то, блин У нас возьмут и сами продавать будут И все дела Устроили бы розыгрышки Сейчас нагенеру 200 Ну да, неважно работает он или нет Главное, чтобы были циферки, буковки Ну вот Ну ты будешь продавать тогда А я А мне за идею 20% Ну а на суде я тебя прикрою Если что Так, зрителей уже 900 с лишним Учитывая твич Кстати, для столь раннего часа Народа много Спасибо всем за внимание Всех поздравляю с днем ВДВ Если кто причастен К этому празднику 9 маленьких Здесь партинг какой-то чизончик Делает здесь дичащий Причем При этом всем партинг Переходит уже в третий Nexus Обратите внимание Интересный какой-то бил КСМ-ок Три штуки Как не бывало Есть медивак Четыре штуки Туреток правда нету Стимпак Заказ стимпак Хоть они самые ранние 10 плюс гейты пошли Но я не знаю Получится ли что-нибудь Тирану со стимом сделать Или нет Спасибо, крутой бубрик ОПГ организовывается И бойцы нужны На бойца хватит Рео одного Я думаю Возьмем его Тебя можем на телефон взять Будешь звонить Включи Впаливать Лекарства Там всякие Так Что-то у тиранов Все очень сумбурно Как-то я смотрю Реально Полетел дроп минок Загружаются Марики Полетели Ну конечно под ревелэйшеном Всех видно Абсолютно И не понимаю Куда собирается Ударить Здесь кофе У партинга Плюс пилоны Пошли гейту И добавляют Скоро-таки адептам Сейчас будет готово Рево со стимпаком И щитом Тогда в Америку Можно посылать Чтоб вместо брата Второго Забрал бабки Все вообще ПРС Короче Полностью Успевает 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 Поднять минки Сейчас партинг Обратите внимание Здесь на лом Идет Марики слиты Короче говоря Для тирана Это полный провал Честно говоря Я не знаю Как из этого билда Теперь выкрутиться Партинга адепт Скорость атаки Есть фениксы Блинк Сейчас пошел В догоночку Гейтов уже 6 штук И просто можно Контрпушить Сейчас будет Я так полагаю Так адепты приходят Марики червейгут Прям мимо адепты Загружаются Улетают Моментально Сейчас приходят новые Щиты забыл Сделать тиран Как они без щитов Как он будет драться Ну хотя Вот если бы адепты были С плюс 1 Это был бы вообще Космический провал Но они без плюс 1 Поэтому еще ладно Оракула сбивает Кофен Отступает Катит Здесь минки Надо бы окопать Окопал минки Здесь есть Апсевер рядом Где его через стриминг Я помню через стриминг Что я что-то плохого Сказал что ли Миша UPG создает Бутгеймовский И майкер за уважение будет Задвигать Как в картинке Так Третьего отменяют Партинг 107-90 Но здесь по-моему В этой игре Практически все очевидно Была бы призму Уже бы добил Гревальвер Браток Ну титан Титан Сами понимаете За какое направление Отвечать будет Тем более С юга По пыльце Спец Так 133-94 Адепты Шатат ЦЦшечку Так и не может Кофе достроить Щиты Наконец-таки Заказал Все-таки Адепты Заходят на вторую Минки Партинг Отфокусил Риппер Какой-то Затесался Ну депошечку Закрывает Все нормально Это минус адепты Конечно же Здесь будут Все 94-119 На спалимеду Гейтов у партинга 8 Здесь гейтов нету Грейды Атака Делается армор Колоссом Рейндж Уже Заказан Кстати колосс есть Хотя нет Колоссов нет пока Но партинг Что-то агрессивен Очень Идет вперед Здесь призма На мэн прилетает Сейчас до вар Видимо будет Ну партинг Решил Что надо на туретку Залететь Кстати Вот на этой карте Ни в коем случае Сюда призмой Залетать нельзя Почему Потому что Здесь улететь Ей некуда Ее просто собьют Тупо Так Адепты Посылаются Иллюзии На вторую базу Депошечка Закрывается Здесь на мэне Еще убить Здесь просто нет Юнитов у тирана Чтобы это отбить Телепорт под мариков Пошел марики Хоть и без щитов Так Партинг там Минки Повыбивал Не любят Партинг минки Ну конечно Они могут убить Здесь первый колосс Готов Делюксовый Между прочим Не улетает Призмой 6143 По лимиту Четвертый Некст Пошел Плюс 3 пилона На нем Куда столько пилонов Лимита уже 200 Почти саплая Посмотрите А партинг По 3 пилона Строит Ну куда там 300 лимит Что ли настраивать Ну что ребят Следующая игра Судя по всему Пока Судя по игре Партинг против Кофе Ой Партинг против Блая Будет Ну что же Этого я Я ждал Этого я ждал Плюс 3 сен 3 С колоссом Выходит Партинг Вперед Второй Где второй Дотекает Догоняет Основную армию Плюс адептиков Варп 2-2 делаются Рейндж колоссом Готов В общем то Можно прессовать А кофе В размены Решил пойти Как же вовремя В кавычках Он решил это сделать Партинг здесь А кофе Ква-то улетел Заходит партинг Два либератора Как спуста Разгружается кофе Но тут уже И разгружаться Я не вижу смысла Хотя подраться То надо Нет Кофе все-таки Решил Что надо В размены Долго-долго Соображал Летел бы сразу Тапать Просто Ну вот это называется Т-тормоз Почему Потому что Сразу уже Собирался лететь Потом передумал Потом опять решил Ну-ка Надо соображать Быстрее Перелетает Кофе В другом направлении Даже дропнуться Не смог Сейчас Ну и все Партинг заходит На второй Минус Либератор Минус Все Вио Разгром Два Оверчажа Здесь выставлены У партинга 200 Он не может Ногу сюда Наварпить Вот что Проблема Да и кофе Теряйте Теряйте Нексуса Нексуса Просто И все Здесь главное Убил Кофе И можно Зайти Зачем Он возвращается Не помню Здесь А ну Чтобы убивать Мэйм Я не знаю Решил Партинг вернуться Зачем ХЗ Ну Влая С проццами В принципе У него И чизов Миллиард С проццами Все неплохо Но я боюсь Против партинга Чизит Партинг Игрок Сам Чизит Чизит Очень часто Как бы У него Опыт Есть Против Всего Этого Дела Вот С другой Стороны В принципе Может быть Есть Влай Заготовки Короче Не хочу Даже Загадывать Увидим Увидим Вот Реально Смотрю Сейчас Тоже Не понимаю Что партинг Делать Зачем Он сюда Побежал В чем Гоняется Зашел бы На мейн Убил Мейн Здесь Есть Юнит И просто Сиди На мейне Второй Вот Вся база Цела Здесь Даже Еще Чуть Ресурсов Осталось Сиди В обороне Все Кофиг Никсуса Отдал Там Да и Хрен С ними Так Заходит Партинг Сталкеры Подблинкиваются Ближе Да столько Медивага Что улетит Все равно Кофи Здесь В легкую Просто И гоняться Нет смысла Потому что Там В космос Уйдут Эти юниты В пространство Где их Не достать Реально Но Партинг Видит Что Кофи Тут Опять Летит Сбивает Медиваг Раз Второй Не смог Сбить Кофи Опять Туда Улетел Можно Стоять Здесь До бесконечности Но Надо Что-то В атаку Послать Наверное 3-3 Делаются Газ Много Много Ресурсов Есть Старгейт Закажи Ты Феникса Черт Его Блин Найди Ты Уж Там Все Что Есть Здесь Очень Дохлый Медиваг Но Не смог Партинг В кусту Наконец-то Сообразил Что Не собирается Китаец Выходить Оставил Юнитов Минимально Необходимые Чтобы эти дропы Отбить И Остальным Улетает Уходит Точнее Убивать Ну Как долго Партинг Об этом Вообще Соображал Так Здесь Архонечки Сейчас Плюс Будут Здесь Вообще Уже Париться Нечу Кстати У Кофи Подвести Энергии Просто Подведи В натуре Сюда Пусти Старвику Зафидбэчить Все Реакции Не хватило Сейчас Могло Красиво Быть Вот Наконец-то Красиво И там Пришли Юниты Партинг Убил Все Партинг Против Блай Я не знаю Через Сколько Но Начнется Очень Скоро Ну Что Ребят Всех Приветствую Спасибо За Внимание Помните Потому что Канал Мой Надо Поддерживать Естественно Мы ждем Партинг Блай В районе Десяти Минут Через Десять Минут Приблизительно Этот матч Начнется Ребята После Данного Турнира Я Наверное Попрохожу Компанию За Нову С первой Миссии По Ту Которая Вышла Сейчас Минут Один Минут Минут Через Ням Минут Ням Минут Эли Один Минут 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 Ну да, нет, я не спугал, а есть шансы выходить с первого места. Партинг показал абсолютно такую стандартную игру. Продолжение следует... Так, чё, партинг-группу покинул? Короче, ждём, ребят, сейчас я подойду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, изловил я тут одного пацана, заманил на сыр. Продолжение следует... Чё-то на клавиатуру жмёшь, поиграть хочешь? Красавца моего. Сегодня ночевал с нами там. С Дашей с утра пошли. Сюда, к стриму. Сюда, к стриму. Кайфуем. 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 Надень ему наушники. Леново. Кайфуем. 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 Потом погуляем с тобой. Иди отдыхай. Так, на кипбетике ставочки, ребят, помните, есть. А что за коэффициенты? Хренась себе. Блай фаворит с партингом, ребята, на кипбетике. 1.55 Блай, 2.23 партинг. Не знаю, насколько они правы. Так, давно за тобой наблюдаю и понял, что ты конченый. Короче, поэтому до свидания. Ну а мы ждем игру пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, Федосик Роман на Тинькофф 200 присылает. Спасибо тебе большое за поддержку. Так. Спасибо, Романовский, тебе большое. На бессрочное, я думаю, жестко. Вдруг на самом деле конченность это временный процесс, в принципе, как и жизнь человека. Вот. Поэтому это может проходить рано или поздно. Вдруг так, вдруг так. Надо давать шанс. Спасибо еще раз за поддержку. Все активно меняется в начале, конечно, тут. Люди не меняются? Не, я с Хоунем к тому, что все-таки люди меняются иногда. Хотя, честно говоря, ну, потому что мне вот есть многое, что в себе изменить нужно, да, и уже изменилось многое за последние годы. но некоторые нет. А некоторые, да. Это тоже важный скилл. Спасибо еще раз за поддержку. Так. Перевести с Тинькова две сотки от твоим. Не пользуюсь давно. Снимут там за какие-нибудь нужды еще. Пользователь Лепет активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Лепет. Так. 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 Так, научись писать грамотно по-русски, потому что неграмотных здесь не любят. Ну что, блай против партинга на горизонте у нас. Так, секундочку. Привет всем, все замечательно. А как же КАС, а что КАС? Главный грамотик вся СНГ. Да КУКАСа штанг есть, он всю Москву на нем едет, едет, да никак не доедет. Наверное, оплот. Плохая модификация, не очень. Ну да ладно, не будем об этом. Чего-то партинг не может дойти до игры, все никак. Плохая модификация, не очень. Плохая модификация, не очень. Так, все никак. Вот так. Так, все никак. Продолжение следует... 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 ну а дергаться туда-сюда как бы это ну никак если вы хотите достичь какого-то там уровня нужно просто погрузиться с головой туда эти было и смотрите было и вообще не направляет рабов я что-то поищу разводить пытаюсь углая все поехали в куче конечно rdv но согласен китайцы молодцы ведь я не знаю но он анонсирован ну наверное не будут уже от этой идеи отказываться ведь же будет китайский турнир в ближайшем будущем от сайта этой там как там от alibaba или какой там вот этот интернет-магазин там или какой-то другой как там какие у них есть не помню где призовые будет просто невероятное там 200 тысяч долларов за первое место по старкрафту там 100 за второе как на близко не практически может чуть меньше это очень даже о по фото не решил партинг фото не решил партинг фото не партинг решил ёма облай ставит необычно хату на самом деле если партинг и быстрее найдет это для бла минус если партинг и сейчас не найдет то это для бла плюс потому что ему нечем будет просто нечего фото не так приходит облай обманывает что типа у него тут это так еще одна пробка проверяет бла обманывает что у него якобы прокси хату но партинг сразу прочую что происходит и зафотонит печаль для бла на самом деле если бла если партинг спалят не спалил это очень хорошо для бла все план провалился а он и передумал хорош вообще ну это я бы сказал плюс для бла я такое начало души бла партинг делает полный бред гейт фаржу то есть хотел зафотонить просто не нашел что же можно ему зафотонить и план обломался короче говоря как то так и бла переводит сюда пару друг дрончиков партинг спать дрон спалился часа навел шухеру все в артинг хату обнаружил все хорошо чем фишка такой фото фишка в том что блай любит играть прокси хату и все уже об этом прекрасно знают и блай ставит вторую просто нет не на стандартной позиции чтобы игрок мы метался думала прокси хата разведывал скаутил рабочих брал не понимал что происходит да он теряет из-за этого кусман экономики своей но не такой гигантский кусман он теряет вообще как бы все только начинается то есть у партинга есть нет как бы у партинга все нормально здесь два линга пробежали но вот они будут напрягать здесь минеральную линию на второй базе он три пробки две пробки не стоят ничего не делают здесь партик начинает так выходит адепт недолго музыка играла как говорится вот и недолго линги там блокировали в общем-то эту базу нужно криптумор обычно обязательно здесь ставить было на самом деле зря не стоит ему нужно соединять эти три хаты как-то ему тяжело будет оборонять по итогу оракул уже строится здесь было не залетает не проверяет ничего может спалить часу верам каракул полетит уже то уж поздно будет овером полить на самом деле нет у меня ссылки нет на стрим кто-то скидывал вчера но там дуют его он у меня очень мертвого открывается так прилетает оракул плюс два адепта дрона угла и уходит королеву пытается оракулом партинг минуснуть и минуснет между прочим оракулом королеву партинг так здесь адепта влай сжимает это хорошо что сжимает дроны уехали на вторую но шухер уже конечно не слабый навел здесь партинг пошли грелы грелочка пошла так а зачем грелочка то ему у меня такое ощущение что партинг здесь собирается какие-то хитрые вещи делать с грелкой какие-то прессинги что ли я не знаю оракулка 2 летит линги у блая куда-то ручку они делись все эти линги куда-то делись так здесь порка добавляется дрону блай строить все вроде как отбился и оракулы большим дэмэджа стоп не нанесу да спорочка готова как-то она странная позиция у него даже ну не по центру стоит вот где должна быть этот минерал вообще не прикрыт оказывается так и забегание от блая и 4 пробки убивают он между прочим неплохое забегание 4 пробки на 7 лингов изменял больше угла и не было лингов так здесь королеву куда-то поперс куда-то пошел приема влай куда-то непонятно куда влай пошел в итоге начал уходить королеву итоге и отдал так здесь пытается отойти на демоджил оракул здесь дроны ходят отдаются постоянно минус один оракул будет сейчас ну что это хорошая работа в принципе для блая 2 краснющий улетает но лейра нету да много королев но лейра то нету блая чем он отбиваться собирается а может он и не собирается кстати смейте вот с этого билда с этой базы блин он криптумор потерял сейчас бы он сюда сюда подошел здесь бы был крип просто ставим роуч ворон да вот так вот строим много новых королев делаем реводжеров реводжеры линги королевы просто пуш и просто для блая через скрип а вот он кстати да кстати да план то я собственно говоря блая и отгадал судя по всему я вижу что именно это он собирается сделать знаете вот блай вот блай видит вылетела грелка убил овера хотя может блая не видел и овера висят да отведи ты их назад и не понимаю таких игроков на самом высоком уровне ну как такие аж тут это блин ошибки вот эти повседневные каждый день вот такие то надо понимать вещи то есть уже он же понимает что ему сопла сейчас блок вообще не нужен то есть иначе просто партинг зарешает здесь но посмотрите сколько лимита 15 роуч у блая заказано королев так грелка в наглую здесь летает просто кидается ревелэйшн грелку сбивая блай подкайте ты немножечко во подкатил молодец подкатил грелку там уже камни шатает ручи поперли не знаю понял ли партинг что происходит 4 овера блай строит это по строить сёверов это личинки то есть ты меньше боевых юнитов получаешь это ресурсы как бы ты экономика проседает у тебя но блай прессует просто подися сейчас фаерболы пошли пробивают партинга есть много центрейс много будет филдов приходит блай партинг что ты собрался биться иди вон отсюда так грелка прилетела минус грелка да не надо там агриться на него пробивает и камни иди вперед просто блай ничем не атакует сейчас на хэст камни начал да пробивать дальше чурочи 100 на 100 как блай затянул этот пуш да у него лимит то копится но у партинга там технологию партинга юниты новейшие байрбулы нужно пилончики отменять сейчас что-то блай бегает просто время здесь явно не на блая работает у него даже ой-ой-ой у него лейра нету даже здесь спорку нужно при переводить сюда срочно чтобы вижен был сейчас даркшайн просто пока блай тут зад вперед бегает уже даркшайн построить пуш этот идет долгу очень так королевы на трансфюзах здесь живут фаерболы пошли здесь уже кофиг на это пилон нужно и дальше давить идти и все заходить третью сметать просто эту базу с лица земли центре падает пилды блай отменять потомки убивают все нормально здесь потомки отключены уже рождаются но пришел эмор с эндрей масс уже становится 110 на 136 да в два раза больше боевого блая но филды от партинга очень хорошие идут и он отбивается медленно но верно отбивается партинг все блай провалил пуш надо вот когда ты так прессуешь нужно как можно быстрее стараться развить атаку а блай что-то бегал за вперед то есть реводжеры фаербулы должны по кд постоянно лететь в пилоны во все стационарные именно здания потому что от других увернется этап уж значительно быстрее бы прошел в итоге партинг как бился на блинке лимит равный гг 0 1 2 оказалось по лимиту что все великолепно выходит да так счет да не просто 0 0 1 игра у нас то ответственно тут уже ничего было не сделает абсолютно очевидный момент в этом партинг спорки выбивают сейчас дарки придут сюда просто убьют и даршан еще до дарков партинг не строит странно продолжается прессинг приходит 4 дарка уже но оверсиры правда делаю тут уже сталкеров только что пофиг на этих оверсиров партинг его сбривает просто смотрите дарки начинает решать блин вообще жестко партинг просто избивает блайя сейчас после его ошибок но блайя также мог избить партинга просто сделав все нормально сейчас еще можно одного кстати вкуснуть оверсиры у партинга нет возможности туда да блин тут кстати говоря дарки падают но королев смели просто они при этом все дару очень много у блайя новых кстати по лимиту блайя как-то тут выруливает ему ручем делает партинг смотрите сейчас за свою самонадеянность за свою наглость он может блин да нет там нет по 8 сталкеров слишком много лимит я подумал сейчас блайя реводжеров новых сделают там линги плюс может что-то получится но нет с контролем партинга тут сталкеров по 8 варп 10 ничего не получится роучи все дэмоджины и грейды конечно же убивает смотрите сколько грейдов поэтому нет ответ здесь минус оверсиры продвигается партинг вперед на отступление ставят эти стадисные ловушки чтобы вдруг придется отступать пошли пара филдов варбин партинг не используют филды в основном ставят пошел до варп на призму еще и контроль на призму очень хороший со стороны партинга ой как и морков забирает просто красавчик за эти потерь вообще нету в этом бою вообще нормально не ну молодец смотрю не уровень у партинга есть такой уровень вопрос как посмотрим по ходу этого турнира как бы раньше можно было с уверенностью говорить что партинг один из будут участников посмотреть кроме корейцев партинга нету сразу греть партинг 1 претендент на победу здесь я так сказать не могу европейцы усилились корейцы немножко не так тащат плюс партинга был перерыв потери просто катастрофические для ждем вторую игру удачи а у у у у у у у у Продолжение следует... 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 Да варф еще, так Морфит еще, Блай и Беллингов Д-4, так 4 адепта в призме летят на Мейн Блаю, в данный момент Д-4 Беллинга Залетают куда? На Мейн, видимо На второй будут залетать? Ответ Да, будут залетать, но Блай стоит Овер не заморфлен Синхронность теряет В итоге, здесь, короче Залетают адепты, но здесь Линги Без бэйнов, кстати, у Блая То есть можно просто варфануть еще адептов Ё-моё, что Блай творит? Так, Линги заход Пытаются принять Беллинги, где-то сзади бегают Наконец-то Блай Грузится, полетел вперед Пытается разводочку здесь устроить Какую-никакую, Беллинги на третью Залетают, а что здесь три рабочих Крестом, зачем сюда вот Блай прилетает? Партинг Вообще не контролит рабочих своих Блай залетает На мейн полетел 12, как не бывало, пробок Но у самого-то экономика Ничем не лучше, чем партингов Так, еще дропнуться Здесь ничего больше не убил Блай Нужно сваливать оверами Странно, что на мейн не полетел, кстати Роуч ворон макро хата Лэйр делает Спорки у Блая пошли Посмотрите, убил сейчас 14 рабов Вот посмотрите, насколько Блай просто экономику слабенько раскачивает Убил 14 рабов и у него столько же на данный момент Такого быть не должно на самом деле Че за бред-то вообще Четвертая хата Где дроны? Ну хат расслал 1500, 1600 Че это вообще происходит-то? Инъекций нету вообще Личинок нету Заказа нету вообще нормального Че Блайди? Все, партинг идет вперед 61-42 по боевому Причем с адептами Необычный такой пуш Как бы нестандартный получается И здесь ничего не сделать вообще, Блайд 1900, ё-моё Блайд там че, я не знаю Че он вчера делал? Не знаю, че вчера Блайд делал Но играет ужасно просто Смотрите, сколько ресурсов вообще У Блайд Это жесть какая-то Партинг, конечно, оппонент не из легких Но тут исполнение у Блая Просто, ну, ни о чем реально То есть он потерялся просто В своей же стратегии потерялся Ну а партинг не евро лунтик Он не сидит там че-то до последнего Не ждет че-то Он берет просто адептов И идет, убивает вообще Ну, Блайд 2к Как было, так и есть Плеток мог даже наставить Здесь, я не знаю Ну, хотя тут плетки не сильно Помню, но Блайд дома пытается адептиться И тут очевидно, я ГГ здесь уже ничего не сделал Ну зато Блая увидим на игру больше мы Будем надеяться, что второго будет То есть я расстроюсь-то, если бы они выйдут со второго Ну зато побольше сегодня мы посмотрим Ну, блин, попадется соперник ему сложнее Чего-то, который первое место занял Филды у партинга просто замечательные Посмотрите, так идеально Как по линеечке Не пройти Беллингом сюда никак Потери все жестче и жестче Вы видите, потери просто жесточайшие 3х9к просто более чем 2х кратное преимущество 3х кратное, точнее, преимущество По потерям ресурсов у партинга Сплетит адепт, заходит Телепорт Беллинги, да, взрываются Но это разгром Ладно, пунтер забегать Аблай фаворит по коэффициентам был Я же вам сказал Заманчиво, заманчиво Не стал просто настраивать Прочих своих сразу На кип-бетике 1.5к на влая 2.3к на фартинга было Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, ждем ТВТ, ребят. Блай ждет тоже победителя. Так что не расходитесь, Блай еще будет сегодня представлен. Продолжение следует... Продолжение следует... Не понял, какая стата, какие ставки. Если речь обо мне идет, то я не занимаюсь ставками. В смысле, я никуда ничего не ставлю. Так у каждого по аккаунту по своему можно проследить, я так понимаю. Так, ну что, кофе против чиков и варить, судя по всему, по предыдущей игре кофе с партингом было все это. Так, ну что, кофе против чиков и варить, судя по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему, по всему. Так. 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 Не, ну просто сейчас королевы, это очень популярно, и они берутся для обороны, как бы, и инъекций нет. Поэтому Блай не было и инъекций. Ну, там, в этом косяки были. Она смотреть была, на самом деле, отыграл ужасно. Он просто ужасно, как бы, именно не партинга, заслуга, а то, что Блай криво просто играл абсолютно. то есть у него билды криво исполнилось по обе игры там по 1000 с лишним ресурсов копилось это вообще никуда не годится такой расклад пользователь релу от подчеркивание активировал премиум на ваш канал то алексби погоди секундочку а какой тебе купить лично или общий какой тебе нужен спасибо всем за премиум и за поддержку так уши новые марку ты видишь на экране над моей вебкой вот новый новое сотрудничество моё на данный момент также коврик у меня присутствует вот ближайшие дни мышку буду меняется докладу допустим а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот Главное, как ты привык, ну лучше, чтобы девайсы были нормальные, удобные под тебя просто Вот Ну наушники я пока не понял, но вот коврик этот от Lenovo мне еще тоже понравился, на нем вообще круто, мышка двигается моя По сравнению с моим старым ветераном, который мне Миша Майкеркад подарил Ну он уже, конечно, ему столько времени, что он уже подозносился, братан мой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, поехали, все, поехали Чик против кофе У нас бьется, а, кто-то просил посмотреть, как аватарка называется, я не знаю, как смотреть, как аватарки называются Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, через реперка оба начинают Но билды разные абсолютно сейчас, кого дропают Пауза, кто-то да, кто-то лагает Здесь у нас репер-ццшечка у Чика, а у кофе репер-факта, то есть сверх ранний газ был Вот, секундочку, у меня звонок поступает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игра возобновлена Игра возобновлена Улучшение завершено Так, ребят, я оттуда Поехали Вдруг просто позвонил, надо было ответить Возобновляется игра Чик против кофе, ребят Победитель будет играть с Влаем, который, к сожалению, отлетел от партинга 0-2 Сыграв, ну так себе, честно говоря Не получилось у него нормально Отыграть, намаситься нормально И вроде как партинг жестко и не харасил Там просто как-то был И сам растерялся у меня такое ощущение Так, погодите А как так-то? А, прилетает кофе Здесь случилось следующее Здесь первого рипера Чика Принял кофе своим рипером Полетел в контратаку А когда ты играешь рипер-ццщику без факты Наступает момент такой, что юнитов просто нету никаких И в итоге рипер, посмотрите, насколько ццщику, во-первых, задержал Во-вторых, вообще здесь проблем сколько доставил, в общем-то, Чику Ё-моё, отфокусил Отфокусил гелика Ну зачем ты задальше-то начал контролить, ё-моё Мертвечок ты, блин Нельзя, ни в коем случае нельзя принимать бой с мариками Сейчас за выстрел убьет рипера просто марик Так Здесь у нас рипер тоже залетел Но здесь гелионы есть Семь рабочих, восемь Чика пускает кофе сейчас в хлам Просто одним рипером, ребят Я это всё пропустил, я дико извиняюсь Но суть была понятна Он просто убивает Родним рипером У него ничего не было больше вообще Или нет, гелик был Гайте, гелик Наверное, с геликом он проехал или нет ХЗ, короче, ребят Ну, девять рабочих потерял Сейчас просто кофе И это почти что ГГшечка на самом деле для него Вот тебе и кофе Который с партингом хорошо смотрелся И Чик, который от Блая 0.2 отлетел Ну, Чик-то отлетел от Чизков Блая 0.2 фактически, да? Как бы и... Не, ну вторую игру более-менее РК макро игра была Первая Чиз была И в итоге здесь всё плохо как-то Баншу, правда, принимает сразу же Инвиз был доделан, но Скан не дал А, гелик наоборот Точно, гелик же здесь умер Это один рипер убил девять рабов Гелик же здесь умер Спасибо за подсказку Я чё-то не сообразил Вот же здесь его риперы отстрелили И меня теперь эта картина предстала перед глазами Но я не могу представить картину Как рипер убивает девять Чёрт побери рабочих Кофи Реалити 2.1 катнул Ну, Кофи молодец Чё Ну, чё-то пока Чик ведёт Просто однокалиточный Здесь я вам скажу Против Кофи 28-28 Барабамба Его больше Здесь штуретка есть Короче говоря То есть есть оборона Здесь Викинг Циклон Банша Зали Да, можно Мариков пощелкать Смотрите Ну, пощелкал Мариков Клоуна, да Просто клоуна такая Убил три Марика За это Баншу убили ему 52-40 Все действия провальные Какие-то у Кофи в этой игре Ну, хоть база вторая есть И по лимиту он огоняет С этим как-то просто Очень быстрыми темпами Ребят, после данного турнира Постримлю компанию новую Говорят, что вышла она вроде как уже, да Сыграем первые три миссии Которые проходил до этого И три новых Как-нибудь может лотва заново Компанию пройду Потому что один раз проходил А компанию можно несколько раз проходить Тем более там же есть Такие очистки И т.д. и т.д. Оп Слышали звук захвата Щик такой был сейчас То есть захватил циклон Но даже линия не появилась Звук появился А анимация не появилась Прикол вообще Здесь Щик вылетает Из рейнджа скана Просто царь И опускает Кофи Баншой своей сейчас Минус Марик Так, здесь инвиз кончился Банша в ответку не летит Здесь Банша все-таки сбит И чуть два Марика здесь заблудились Что они здесь забыли вообще Кофи выдвигает вперед 26-35 парабам И Чик тоже вперед выдвигается Чик спалил, что Кофи выдвигается Кофи не знает, что Чик выдвинулся уже Но здесь Четыре викинга против одного Ё-моё, какой-то провал происходит Кофи просто отдается сейчас На танках оппонента Теряет викинга Теряет, ну-ка, что здесь танки Надо складывать И идти вперед Но Чик решил, что не пойдет Пока вперед Здесь Банша прилетела Еще три КСМки забрала Выжила, но красное ХП улетает В общем-то Она уже почти бесполезна Хотя можно вот армию просто Почему бесполезно? На самом деле достаточно что-то я гоню Где мой принцип каждого юнита контролировать Здесь нужно просто инвиз рубить Можно вот здесь выманить скан Например, и Мариков поубивать Было бы Вот пошел инвиз Ну, циклон бессмысленно убивать У него ХП достаточно много Ну вот, пожалуйста, к СМке Скан вообще в молоко пошел Смотрите, не один, даже два скана Можно выменить Еще и Мариков убивает А я говорю, бесполезно Ну и кто раньше в туретки попал Нифига не бесполезна она была Ну, 20 примерно лимит Ну, 10 От 10 до 20 отставания Колеблется по лимиту Минус, ну, баншу в итоге кофе Чайковскую тоже долго баншами летали Но это стандарт Пока живут Пока тогда и контролят Пока живые Морики идут отбивать Либератора Первыми Кто первый в Рейндж Представьте Вот Если в реальной жизни Да, такая Ну, в реальной жизни Либератор не рисует Рейндж как бы Осяк поддержал ваш канал На сумму 100 рублей В реальной жизни Либератора не нарисовано До куда отстают Хотя я в 2500 году не был Может быть там У тиранов Какие-то договора Подписаны Международные Межпланетные Я не знаю Что Что либераторы Что такая имба А хотя пусть показывает Какой рейндж там Атаки А то и так имбовый Вот Ну, короче Первому Марику Который сюда заходит Интересно Как он себя чувствует На самом деле Хотя, в принципе На войне так и есть Никто об этом не думает Ведь в реальной жизни Либератор может Промахнуться Хотя, опять же В 500 году Та и не был Он же имбовый Может и не промахивается Идет кофе вперед Но у него здесь Два гелика Три полудохлых Викинга Два из трех Три танка И два либератора То есть Как бы он точно Ничего не продавит А вот здесь Вот идет Масс био И танков Много-много-много Забегает сюда Чик Марики Правда Без щитов Пока Один танк На ХГ есть Нужно подвести Пару танчиков Что и делает Чик Куда ты полетел Ты, е-мое Разгружает Разгружает Ну все нормально Танки разгрузил Био заходит Здесь рано или поздно Очевидно Что отобьется А здесь убивает Всех рабочих Практически Короче 1-0 чип Спасибо Осяк Вот и Осяк Подошел Вчерашний Поддерживатель Сегодня Та водочку Не бьешь Я надеюсь Так Ливерки Тут Все Разложено Ну тут Подкопился Лимит Здесь Мейн Падает Уже Бега Так Гена Гена 4 Каких еще Турниров Я турниры Тысячу лет Уже не играл Зачем Турarus Турус Пошли Тут Турс Уж Читаем 肉 Знают Турс Чтside Что Даль Продук Продолжение следует... 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 либератор от кофе прилетать с эти либератора то вот нечем встретить совершенно здесь так еще и мародера в рейн взял мародера то зачем в спину прилетело но мародер такой жирный что настолько имбовый что даже либератор с первого раза его не убивает так здесь марики дропаются здесь гелики есть всего достаточно для обороны хотя марики смотрю под сплитил немножечко сейчас чик но все равно марики не лечатся попадают под сплэш жестко сплит сплит поначалу был потом отсутствовал но тем не менее 5 ксм их на ровном месте просто взял выбил гелики не могут нормально зафокусить мариков не засадил не увез потерял но 40-35 парабон а в пользу кофе все равно 40-35 здесь либератор есть опять марики сейчас будут врываться кстати хорошую вещь хотел чик сделать можно смотреть и знаете как делать просто вот так вот идешь мариками и врево и штанг сюда дропаешь в него стреляет и засаживаешь не получая дэмэдж и марики потом начинают первый выстрел да допустим принять а мариков на одного как минимум меньше погибнуть но не получилось сделать и кофе между прочим играет в мех сейчас что самое интересное синий он пламя пошло баншами начинает сплетится а вот что здесь смотрите банша висит инвиз не кончился еще залетит и баншо ё-моё что-то висит все инвиз не вырубил в итоге энергия у банши сейчас кончится на мэйне банша залетела но смогла уйти из рейнджа скана сейчас здесь баншу все-таки сбил причем просканить пришлось здесь двойной дропчик прилетает здесь просто масс юниты у кофе танк сиджетсон все бой принимай да и все так викинги сбивают медиваки один медивак падает полный провал как в прошлой игре полный провал везде был у кофе так в этой игре у чика полный провал просто везде здесь четыре гелика залетают дропаются и они могут поджечь рабочих некоторое количество это факт сейчас контроль права как так себе здесь хотя нет ксн погибло и мариков парочку вроде погибло еще опять чик выход хочет сделать марики без щитов только про щиты вспомнил их и так так гелионы жгут синим пламенем а без щитов так вообще избивают просто здесь тоже медиваки то есть тут гелики гелики танки дропы нужно викингов добавлять так да нужно второй старпорт как прикрывать а нет это дроп колбатов плюс танки на муве вот что это еще то зачем то кофе до сих пор на мэйне стоит ему выйти уже пора бы а он что то стоит все так идет кофе вперед колбаты на мариков нужно дропать дропаются колбаты просто чика сравнивают с землей здесь они и викингами побеждает всеми юнитами побеждает фактически сейчас 64 110 чуть ли не двукратное преимущество по лимиту и третья сссрщика полетела еще холба трансформирует кофе восемь залетает медива когда просто на бусте врывайся а вот танк сидится пошла атака не понимаешь он не видит что здесь три марика что ли бегает что он ждет вообще нет судя по всему он действительно не видит там три марика всего сидит бедный марика смотрите как как ему прилетело адски просто заходит на муи вперед кофе танки сидят все атака пошла нужно дропать колбатов дропает колбат убивает все 1-1 ребята 40 на 120 ждем третью решающую так да что-то меня никто не поддержал сладкую поддерживающий этот флешмоб к сожалению я не буду салют в 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 все что в в Галактические процессы Третья решающая Блай ждет победителя в данный момент Так как Блай проиграл партингу Выиграл для этого Чика 2-0, одну игру Чизом, одну не Чизом Ну и погнали Субтитры сделал DimaTorzok Так, два очень ранних газа у кофе, ребята Смотрите Это рипер факта у него будет Да, вот факта заказана и рипер заказан И орбиталка заказана Чик это прекрасно все видит Билд очень агрессивный Это соответственно очевидный момент Да, как бы что билд агрессивный Ну и до пошечки пошли Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Здесь СС-шка на ХГ Два марика реакторов окта у Чика То есть он готовится к обороне очевидно, да, абсолютно Есть два гелиона рипер Но понятно, что гелионов и риперов строят сейчас Так Андернейм, да, новые ухи Но пару соток За которые тебе спасибо Ни при чем здесь твои Это новый партнер Леново от Рокса, команды Соответственно Будут и ухи, и у меня там и мышки лежат И коврик я вот уже использую Мышку подключу завтра, возможно И клаву посмотрим Как фартинг играл сможешь увидеть в записи Которую выложу я, соответственно Но Начну выкладывать после вот этой игры Потом начнем смотреть мы компанию В смысле, не этой игры, конечно А этого турнира сегодняшнего дня Еще кончится, когда эта игра Не кончится в целом день Еще будет следующий целый матч Будет риблая против победителя Так, где ссылку, где все можно купить Хороший вопрос Надо будет спросить Я так полагаю В интернет-магазине, с которым Гудгейм сотрудничает Точно можно Если он до сих пор сотрудничает, конечно Ну и где-то еще А вот человек скинул Ну что, прохарасил немножечко кофе оппонента Что он убил вообще? Ну, а, не две КСМки, два Гелик Сам больше даже потерял вообще Но при этом всем имеет больше рабочих Что самое интересное То есть щи как-то рабов криво, что ли, строил Да, еще рубль подъехал Много рублевых сегодня, ребят Так, КСМ куда-то в разные стороны поехали Сейчас от кофе Чик идет вперед Танк, циклон, марики КСМки разминулись То есть ничего сейчас не подозревает Красный Тиран Сидит дома себе такой спокойно И можно было бы что сейчас сделать Так, заходит Чик, дропает танк Но получает полный провал Почему же здесь два танка уже Циклона сразу забрали И все остальное забрали Здесь кофе выходит Минус Викинг Ну и здесь гелиомарики прикрывают Уступление прикрывает медиваков своих Привет Диприс Кью ТВ Все хорошо Смотрим НСЛ Китайский турнир Где играет Блай В данной группе он играет И чуть позже будет играть С победителем дальнего матча Пока ведет кофе Судя по лимиту 88-72 Но если кофе выиграет Тогда в чем интересность В том, что Блай Уже сегодня сыграл с щиком Уже сыграл сегодня с партингом И поиграет с каждым игроком Из этой группы Блайта Получается Так И кстати Посмотрите Кофе опять играет в мед Что самое интересное Опа Прошу прощения Что-то мышкой фликаю А у Чика У Чика Еще даже нету стима Не говоря уже о щитах Сканит кофе Подлетает либератор Ой, с либераторами Вообще печаль полная будет Так Либератор раскладывается Ну а я не понимаю Зачем так далеко Либераторов раскладывать Их нужно разложить Сейчас, чтобы они танки задевали Вот один танк подвести повыше Чтобы он до мариков доставал А либераторы Краем рейнджа Стараться на танки Разложить сейчас Все, что нужно На самом деле Кофе Он очень долго Все это делает Конечно, я вам скажу Так Заходят на ХГ Но медленно Ну верно Правда Идет вперед Либераторов Ближе разложишь То, что ты творишь Не, не хочет Либераторов Ближе раскладывать Но похоже Что это минус Чик Без стимпака Без щитов Пошел до стимпака В бой Ё-моё Скучащие марики Вдичайшие Фокуса нету Танки сами по себе стреляют Надо сразу по марикам Было фокус Да, вообще бы И Чик отбивается Но 26-56 Парабам Это полная печаль Если бы кофе не тупил Он танками Вот здесь вот Между этими двумя танками Такое просто Столпотворение Такая давка была У мариков Туда пару залпов От четырех танков Вообще бы Боевого лимита не стало А КСМки Дэмэджов Много бы не нанесли Вообще бы Ну что, здесь у нас Пытается Чик Контратаковать Он понимает Что как бы Экономика у него не ахти Здесь танком Кофе просто Мариков подрезает На халяву За два залпа Шесть штук Вообще Ни в коем случае Нельзя Чику такие потери Нести В данной ситуации Ведь у него Все плохо Здесь Третья база Добывается Во всю Кофе Экономика Великолеп Но продакшн Посмотрите Всего две факты Где еще-то факты Блин Сейчас за счет того Что лимита боевого Большая Чик может попытаться Что-то предпринять Но Пока у него Ничего не получается Но у него есть Третья ЦЦ То есть он сейчас Восстановит добычу И Может быть Все равно печально Почему? Потому что Мех-то очень Немобилен Пока там Выет Пока Соберется Атаковать Кофе Там Чик уже Отмасится Заново Вот СТ-шка Перелетает Вот Все камни Убивает Грейды Один Один Есть Нужно бы Заказывать Вот Поздно Факторин Немчка Добавил Сейчас бы Плюс Вот эти Факторки Были Уже Можно было Агрессию Делать Какую-то Так Жития Привет Нет Моника Моника Не будет Лено Не Ну Хотя Я могу Попросить Я не знаю Просто Там Я еще Спрашивал Там У них И ноут И И Компы Там И все Все Дела Но Жадные Какие-то Короче Ну Надо Назад Отсылать Типа Обзор Делать И это В отличие От девайсов Ну Кэш девайс Это бред Вообще Куда-то Там Посылать Смысл Какой Поэтому Нафиг Не надо Так Так Гелики Заехали Рабов Побивали Здесь Хелбата Залетели 13 Ксм Акминус Дропни Ты хоть Одна Х Х Хладнокровие Сейчас Было Хоть Хелбата И сами Поджигают Но У них Сейчас У самих Могло Бомбануть И Они Уже Орали Наверное Там Этой Тетке Которая Медиваком Отправляет Ты че Нас Погубить Хочешь Что ли Стерва Ну Ушли Ушла Ушла 133 160 У Чика Больше Лимита Боевого Самое Интересное Здесь Второй Грейт На Атаку Делается Здесь Танков Много Очень Что-то Викинги Полетали Пытался Медивак Позбивать Ну Не могло Все так Хорошо Кончиться Прилетел Обратно Медиваком С двумя ХП Ну Че Ты Делаешь Прям Внаглую Сюда Залетает Минус Медивак Складываются Танки Копия Идет Вперед 170 На 140 По Лимиту Вторая Атака Доделывается Что мешает Тирану Газа Добавь Вторую Армор Делай Двух Армор Грейды Против Био Вообще Все решает Ведь Маляки Всего Один Дэмэдж За Атаку Получают Один Армор Это Сразу Нивелирует Атаку В отличие От Атаки Меха Танки Сиджатся Пошли Ну Чик Тут Засплетился И Разваливает Хлам Какой Кривой Выход Вообще Мертвый Выход От Кофе Сейчас Был Просто Мертвый По Лимиту Проседает Пытается Уйти Два Танка Всего Имеет На Обороне Чик Идет Убивать Уже Викинги Вынуждены Садятся Хоть Сколько Нибудь Времени Выиграть Здесь Ксм Поздно Выводятся Поздно Соображают Раньше Надо Было Вводить Хотя Танки Хорошие Дмэш Наносят И пока Еще Продолжение следует 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Привет всем, вред рептилоид! Не надо быть мертвым сильно. Нужно просто один раз танки в сич вовремя не поставить, и ты сливаешь против бью, потому что ДПС просто невероятный. Чикс ловил момент единственно возможный, кому может это все отбить. Молодец, что тут говорить. Ждем Блая. Так, Ринокриндель заносит там. Сейчас приду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А, погодите, я, кстати, попутал тайма с чиком, мне кажется, да? Любимец Юрита, это же тайм, а не чик. Точно, чик это вообще другой кто-то. Ну что, ждем начала. Так, сейчас Африко Старлигу посмотрим. Сегодня кончилось. Так, Шаттл Фри убил. Шаттл Сак вышли с первой игры. Опа, в группе Б переигровки будет на Старой Лиге. По-первых, Старграф Шарф Джейхун и Пиано. Все они убили Ляру. И 2-1 в итоге друг другу на проигрывали. Си Флэш вышли из другой группы. Кага Майнда и Зиро не выпустили. Флэш-то уже хорош. Только на счет первый Старграфт играть, Майнда убил. Фига себе. Майнд и Зиро одни из топчиков последнего времени были. Ссылку чего? На первый Старграфт ссылку. Вот она. Как думаю, кто победит. Но Блай 2-0 одолел Чика и Чизом, и макроигровой. То есть, я думаю, что Блай здесь фаворит. Кстати, на кип-бэйтике ставочки есть. Посмотрим, что у нас здесь происходит вообще. Да, Блай фаворит даже больше, чем в первой, где там 1.27 был. Здесь 1.20. То есть, я бы не стал бы такие коэффициенты ставить. Опасно это на самом деле. Чик 3.46. Может чудо произойти, но я надеюсь, что не произойдет. Хочу Блай очень увидеть плей-оффи все-таки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Так, что-то там все не могут начать. Что-то там лайф не стартует у них. Короче, сейчас все готовы. Сейчас начнется, ребят, пока просматриваю всякую инфу, что происходит. Ну, не гигантский, не огромный призовой, но большой. Огромный призовой это можно назвать, как я не знаю. Огромный призовой это Блескон, огромный призовой. Огромный призовой это этот... Вот это китайский турнир, который будет. В некоторых играх еще более огромные они бывают. Акция железа. Огромный призов. Акция железа. Настяное. Что-то. Что-то. Продолжение следует... Пользователь паразит подчеркивания Ирк активировал премиум на ваш канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все-таки где-то он, наверное, имеет значение. Ну что, была 17-я хата газпул. Здесь у нас через реактор опенинг. Особенно если это размер поддержки моего канала в количестве людей и в качестве. Поддерживаете мой канал. Отключены от блоки, время вам поддержка через плеер или напрямую по реквизитам. За все. Всем спасибо. Но не всегда имеет размер значений, например, по лимиту. Как мы видели, партинг против кофе. 170 кофе на 120 партинга и кофе идет просто домой со своими. 170 в одну из игр. Бывает и так вот. Подождите, здесь факта пошла. Марик по две штучки строится. Блай лингами бежит вперед. Сколько лингов? Шесть лингов построил. Две королевы строятся. Играет не в агрессивный стиль сейчас Блай. Так, линге забегает к СМ-ку. Имеет место быть убийство или нет? Не имеет место быть убийство. Куда ты ныкаешься? Что ты творишь-то? Блай пытается контролить. Здесь четыре марика. Куда ты там его два линга потерял? Хорошо, что два только. Мог бы всех потерять сейчас. А это мне зачем вообще Блай не нужно? Лэйр пошел. Уж мне не дусочек ли это, браточек? Может, покрасился Блайн? А где ты нашел оффстрим? Это do you player вот этот вот? Так, здесь овер летит. Аккуратнее надо летать. Здесь шесть плюс лингов Блай застроят. Вот кому интересно, на оффстрим ссылочка есть. Я б на влай посмотрел, но я не хочу параллельно со стримом, потому что 60 фпс, качество из игры, я не хочу вырубать эту китайскую дичь. Все залагает наверняка. Так, здесь Блай камни прогрызает. Ну, китаец просто марика одного поставил. Здесь и все, камни не прогрызает. Смотрите, наглый какой, а. Нет, нету. Блай стандартный шпиль его любимый старый. Здесь что-то КСМ-ки катаются. Еще один бункер пошел. Кстати, не дус мог бы пройти, на самом деле. Здесь ничего нету вообще практически у китайца. Стим сверхпоздний здесь. Блин, а не пойдет ли с мариками без стима сейчас на первом медиваке вперед чик? Если пойдет, Блай больно может быть. Здесь опять марика лингом не дает прогрызть, но Блай контролит, лингов отводит. Ну и обратно привел, что ты делаешь? Камни сейчас упадут. Марик что-то стоит, ничего не атакует. Скан обнаруживает, где шпиль. Вот тиран видит прекрасно. Да, вы видите, что шпилечек сейчас. Здесь Марик минус. Нужно забегать, но здесь стенка есть. А что Блай? Нет, Блай не будет забегать. По третью хату делать. Здесь выход пошел. Шпиль еще не готов. Плюс еще 18 лингов строятся. Сейчас Блай понимает, что опасный выход-то сейчас идет. Нужно предельно внимательным быть. На муталисках ресурс пока нет. Королевы подошли. Хорошо бы медивак сейчас от фокуса было бы, Блай. Конечно, пошел скан. Танк убивает криптумары. Медивак, фокус и Блай. Вот по Марикам-то стреляешь. Стреляет по Марикам. Ну что за бред? Окружает Марик сейчас Блай. Медивак сбивает. Фокус, медивака идет сейчас. Танки поднимает здесь. Все, танки минус. Хорош, Блай вообще в легкую отбивает вообще все это дело. И мутка пошла. Первые 4 есть и 7 заказано. Один смуталис. Сейчас будет 47. 75 по лимиту. Похоже, для Блая великолепно. Эта игра начинается. Мое мнение, что такие игры вообще уже упускать нельзя на самом деле. Так, 4 Марика. Все, что есть у Тирана. Это чимит у мертвого просто. Все, вот эту туретку сбриваем и шатаем. Здесь просто все. Вообще весь продакшн Тирана в легкую. Так, контроль Мариков идет. Туретку пытается чик новую заказать. Мутка новая подкопилась. Нужно прилетать. Убивать Мариков просто сейчас всех. Да что Блай боится-то, ё-моё, 6 Мариков без Стима, без всего. Да все, убей же ты их чертовых Мариков, этих туретку. Убей. Все, Марики разделились. Отлично. Туретку сбривают. Все сбривают. Продолжают убивать. Хорош, Блай. Похоже. Так, откуда-то Линги ворвали. А, здесь депошку Линги еще прогрызли. Грызут очень жестко. Продакшн Блай убивает. Это 1-0. Скорее всего. Стимпак выбер. Хорош, Блай. Очень хочу увидеть плей-оффи, потому что этот турнир из игры стримлю официально, ё-моё. Пусть хоть кто-то наш будет. Вот Стрэндж у нас на такие турниры ездит. Тоже хочу сказать, но Стрэндж не ездит на такие турниры. Команды у него нет. Как у Блая, столько контактов у него нет. Блай, Блай. Естественно, за столько лет присутствия на турнирах все знакомы. Конечно же, его инвайтят везде. Хорош, Блай. 1-0. Молодец. Ждем следующую игру. Не расходитесь после турнира. Новая будет компания. Новые миссии подвезли. Будет very wonderful просто. Я сам еще не видел. Посмотрим, что там Близзарда нам напридумывали. Это за хрень. Близзарда нам напридумывали. Так, почему Блая приглашает при отсутствии нормальной игры? Кто-то сказал, что нормальная игра отсутствует. Вот Блай выходит из группы, например, из этой наизичек по ходу дела. Хотя я не хочу накаркать, реально. Ой-ой-ой, Блай, если выйдет на Ютермала, попадет. Ё-моё, Ютермал-то, Блай, а что он с ним? Хотя Блай выигрывал Ютермала. Ну, на Ютермала попадать, конечно, это плохо в плей-оффе, Блай, но придется биться, придется биться. Ну, а что, с первого места не вышел, так бы на Циана попал бы, на китайца. Надо партинга было выигрывать. Так, группа А на группу Б выходит. Ну, ё, мы могли бы какое-то перекрестко-то сделать. С на Д, бред вообще. Ну, что, Блай 1-0, вторая игра, Мороз у нас карта. В прошлый раз 2-0 был. Все, чего не хватает, Блай, я считаю, просто, на самом деле, уверенности в своих силах. Вот мое мнение, почему. Очень часто я замечал, что Блай я и с ним, при общении с ним, как бы, да, которого вы, в принципе, не видели где-то там в скайпе или где-то. Он просто, ну, там, заранее говорит, ну, вот это кореец, тут все без шансов, ну, как бы, то есть попробую там, типа, побиться. Хотя всегда, вот, в интервью говорит, то есть, что, да, там, типа, затащу, затащу, а на самом деле, как бы, ну, трезво, я бы даже сказал, слишком пессимистически иногда свои силы оценивают. А всего-то, что ему нужно, это затренить просто какую-то нормальную, в общем-то, стиль еще сверх, ну, типа, я не знаю, как более четко играть, как нерч, я не знаю, просто, вразвить просто опыта больше иметь. Чизы никуда не денутся, все, тут опыт гигантский, просто их там пару раз отработал, а они есть. То есть, абсолютно свихнутся в другое направление, быть неожиданным для других, и все будет вообще четко. Ну, как-то так, как-то так. Будем надеяться, что не только на одного Блая надежда будет, потому что, ну, нужны еще другие игроки. Ну, что, ребят, две королевы, шесть лингов строятся. Ну, для этого нужно очень много трениться, работать, как бы, то есть, так, так уже и есть. Да нет, такое не бывает, что вся скилуха в чем-то, как бы. Нельзя убивать всех Чизами, как бы, вообще в хлам, и не уметь там играть, как бы, ну, макро. То есть, все равно потолок будет какой-то. То есть, без понимания игры в целом не будет и супер игры в каких-то отдельных компонентах. Это всегда так, как бы, да, то есть, тот, кто супер круто играет макро, тот и супер круто играет и Чизами. Потому что, ну, играя в макро, это и контроль, и все просто нужно отработать. Потому что тот, кто одинаковым билдом играет в макро, все равно будет сливать, как бы, всегда одинаково. То есть, всегда должна быть постройка, шесть лингов Блая прибегают. И, как обычно, от Блая эти линги работают, что самое интересное. Видите, Марик падает, две КСМ-ки падают, и все, линги уже окупились, что самое интересное. Один пытается уйти на хвости, Гиллион, пять секунд, буст врубается, ускорение Блая не контролит. Да не, не хватит уже. Блин, а че не побежал-то? Мог уйти, кстати, вот секунду, если Блай доконтролил, блин, бы ушел. Ну, в принципе, невелика потеря, подумал, наверное, Блай. Ручворен, Нидус от Блая, ё-моё. Блай решил, а че, че вообще бабки завозятся, плей-офф, изи топ-8. И Нидус почему бы не сделать, Блай решил. Ну, ё-парас, это... Готов ли здесь китаец? Да вообще он не чудесный, есть минки какие-то стрёмные вообще. Сейчас, роучи будут, ублажь, заказ. Ну, овер, правда, че-то не по таймингу, нифига. Лот в Перихорп проходить не быстро, да и какой прикол лот в Перихорп проходить? Перепроходить-то все, хотя бы сволок. Блин, а если сволок переходить, так с первого Старкрафта надо. Короче, надо будет просто перепрохождение всей кампании как-то устроить. Здесь две минки прилетают. Нидус попер от Блая, сплит от минок-то хоть че-нибудь вообще сплит. Блай, пять рабочих минусов. Ну, не самый худший удар, но плохо сейчас, больно было. Так, здесь минки приходят. Нидус сейчас будет готов. Королева выпрыгивает, линги выпрыгивают. Куда там минки? Не потому, какие линги-то? Где королева сейчас? Нидусу кто? Кому? Нидус-то прикрывать, ё-моё. Залп по своим рабочим проходит. Просто у Чика. Нужно фокусить медивак. Сейчас Блай фокусит медивак. Минки новые подходят. Оверсира, морфи. Минки-то выбей, ё-моё. Где оверсир-то, блин? Ну, что за бред? Блай трансфюзит королеву. Оверсира, Блай не морфи. Королевы пока что держатся, но минки минусуют всё. 39-47 правом. 15-24 по его зуба. Линги попёрли вперёд. Сейчас Блай пытается окружить. Медивак нужно сбить обязательно. Медивак сбивает. Залпы минки делают по королевам. И Блай дожимает, кажется, здесь. Просто не может тиран ничего сделать. Или может? Нет, ничего не может тиран сделать. Часть лингов на вторую поехала. Тут КСМ угрызается. Нужно отвести немножечко. Линги выходит. Минка не понимает, кого убить. Не успевает никого убивать. 2-0 Блай. Ну, не готовы китайцы к Блаю Чизам. Видите? А вы говорите. Хватает уровня ещё кто-то. Многие другие ездят и из групп не выходят наши. А Блай вот пофиг, каким стилем. Берёт и выходит. Королева приходит сюда. 10-2 мула. Г-г. Вот вам и Блай. Вот вам и всё. Блай в плей-оффе мы увидим. Молодец, Блай. Чё тут говорить? Пуф. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят Короче, делаю стоп-старт и сейчас на Европу пойду